Всем привет! Я сегодня хочу вам рассказать про погоду в январе в городе Анталия, в Турции. Какая вообще погода здесь у нас? Эта зима в Анталии холоднее, чем предыдущие две зимы точно. Потому что, где-то, я могу сказать точно, что мы уже здесь две зимы находимся. И вот эта вот третья, получается, зима, и она намного прохладнее. Прям прохладнее, дождливее, ветренее. Но я не думаю, что это мне так кажется. Нет, на самом деле так и есть, и многие об этом говорят, что намного холоднее. Температура воздуха у нас сейчас примерно по 12-13 градусов днём. И доходит уже до 2-3 градусов ночью. В том году, естественно, такого не было. Было, по-моему, 3 градуса самое. Максимум холода было 3 градуса. В общем, а сейчас вот я хожу уже второй месяц в куртке тёплой, в пуховике. Когда мы сюда приехали, мы смотрели на людей, думали, блин, а чего они в пуховика ходят? А на самом деле вот для чего. Потому что ты не знаешь, какая будет погода. И проще иногда расстегнуть пуховик, чем одевать на себя 3 пуховика, 3 куртки какие-нибудь. Дождей у нас тоже очень-очень много, даже слишком. Когда выходит солнышко, ну, так тепло, классно. И даже люди некоторые купаются в море. Но мы, конечно, не купаемся уже с ноября, потому что вода прохладная. Для меня так вообще прохладная. Люди купаются, люди даже умудряются загорать. Поэтому, если вы не боитесь холода и ветра, то вам будет комфортно и загорать тоже. И, ну, я думаю, сильно ощущается, когда ты с минус 30 приезжаешь в Анталию. Кажется, что здесь тепло. Но для тех, кто живёт здесь, не тепло. Сегодня у нас погода пасмурная. Уже она сейчас 5 часов вечера, получается. И вот погода у нас вот такая, в таком виде. Утром у нас светило солнышко. Вчера у нас тоже светило солнышко и позавчера. Но был сильно холодный ветер, и что было некомфортно. Завтра вроде обещают дождь. И скоро обещают снег. Буквально, наверное, через дня, 2-3. Было по погоде написано, что в Анталии будет снег. Как бы снег здесь вообще просто такая редкость. В том году было и только на 15 буквально минут. То есть он выпал, растаял. Это всё заняло минут 15. Даже у нас в нашем районе выпало в хурме. Хорошо, что в Анталии море не падает ниже 18 градусов тепла. То есть оно тёплое. По сути, на улице холоднее даже, чем в море. Кстати, ребёнка я тоже надеваю пуховик. Ещё там такой костюмчик одеваю. Ну, в общем, практически я её надеваю так же, как и себя. Вот тоже такой же пуховик. И вот штанишки спортивные. И всё. Конечно, сейчас без куртки реально не подходишь. Поэтому, кто собирается в Анталию, обязательно берите куртку. Либо, может быть, даже взять и пуховик у такого типа какого-нибудь. И вам будет, в принципе, комфортно. Вы точно не замёрзнете. Но если вам будет жарко, вы можете его в любой момент снять. Поэтому не надейтесь, что солнечная Анталия встретит вас теплом, жарой. Она вас может встретить и холодом, и дождём. У нас в горах давно уже выпал снег. Мы ездили на горнолыжку. Вот здесь это выйдет... Или вот здесь это. Очень где-то здесь выйдет подсказка о том, как мы съездили на горнолыжку в Сыклокен. Так что зимнее развлечение здесь тоже есть. И ими нужно обязательно, конечно, пользоваться. Если у вас есть какие-то вопросы по погоде, я вас обязательно проконсультирую по абсолютно любому месяцу, что как было у нас в этот именно месяц. Поэтому пишите в комментарии, если есть у вас вопросы. Я вам ещё раз покажу сейчас море и буду с вами уже прощаться. Всем пока-пока. И вам море. Субтитры сделал DimaTorzok